И с нами на связи Владислав Селезнёв, военный обозреватель, бывший спикер Вооружённых Сил Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине! Героям слава. Вот мобилизация в России стала для её граждан полной неожиданностью. Мы все уже видели переполненные мужчинами призывного возраста залы в аэропортах, многокилометровые, да, очереди машин на границах, но вот, похоже, такая вот пассивная форма протеста скоро сойдёт на нет. С дня на день в России хотят вести запрет на выезд за границу военнообязанных, в том числе и женщин. Как вы считаете, такой шаг принудит людей идти в военкоматы или, наоборот, подтолкнёт их к бунту из-за безысходности? О, русский бунт. Беспощадный, не имеющий границ и пределов. Я думаю, что именно это ближайшее действие ожидает Российская Федерация, потому как совершенно очевидно, что тот самый общественный договор, который в своё время существовал на территории Российской Федерации, тут и сейчас превращается в пыль. Совершенно очевидно, что абсолютно большинство жителей Российской Федерации готово смотреть по телевизору, насколько успешно Российская Федерация и её армия приобретают новые территориальные приобретения, повергают в бегство врага и ведут к наступлению. Тут и сейчас мы видим, что эта опция, которая в последние 20 лет создавалась, продуцировалась российской пропагандой, она не работает. Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе Российская Федерация ждёт достаточно серьёзного тектонического уровня изменения, потому как то, что я вам достаточно долгое время рассказываю по телевизору, тут и сейчас не работает. Ну вот мы видели, да, протесты уже в Дагестане, это достаточно массовые протесты, это не просто люди вышли на улицу, они перекрыли федеральную трассу, там были просто драки с полицией. Да, и в том-то и дело, что тут и сейчас Российская оккупационная администрация как на территории тех субъектов Украины, так и в тех суверенах Российской Федерации не в состоянии реализовать свои полномочия по части обуздания того самого национального сопротивления. Неважно, о каких регионах идёт речь, будь то Юг-Запорожская область или Дагестан и Чеченская республика, потому как совершенно очевидно, что сопротивление действиям российских оккупантов, оно будет иметь место тут и сейчас, и оно будет в перспективе развиваться, потому как совершенно очевидно, что власть Кремля, власть Москвы не воспринимает, как кто на территории Украины, я имею в виду обе субъекты нашего государства, которые на настоящее время находятся под российской оккупацией, так и субъекты Российской Федерации, которые де-факто находятся под оккупацией российской оккупационной армии. Когда-то у них, помните, был предвыборный такой лозунг «Голосуй или проиграешь», сейчас у них должен быть другой, наверное, «Сопротивляйся или умрёшь на войне». И вот, кстати, последняя информация от ресурса «Зебелла». Они утверждают, что в аэропорты России поступили уже списки тех, кому выписаны повестки или мобилизационные предписания, и многим уже просто отказывают в регистрации на рейс, хотя ещё вот закон, о котором мы говорили в начале нашей беседы, не принят. Да, совершенно очевидно, что россияне, которые имеют финансовые возможности и которые стремятся всячески избегать ситуацию, связанную с мобилизацией, они, собственно говоря, голосуют тут и сейчас ногами. Они покидают территорию Российской Федерации в любой способ, в любой закон, и доступен для них способ. И я думаю, что этот процесс будет продолжаться и далее, аж до того момента, пока Российская Федерация не закроет границы, и де-факто Российская Федерация не проводится в такой себе СССР 2.0, потому как, ну, очевидно, что абсолютное большинство граждан Российской Федерации не готово принимать участие в так называемой специальной военной операции, и кто-то просто саботирует повестки, кто-то пытается это делать более креативно, соответственно, покидает пределы непростой Российской Федерации, уезжая в сопредельность Российской Федерации регионов и страны для того, чтобы избежать той самой мобилизации. Ну, тем временем, в Якутске жители устроили полиции мобилизационный хоровод на главной площади города. Давайте посмотрим, у нас есть видео, попрошу его показать. Так, попрошу режиссеров показать. Пока нету, но там дети с мамами окружили полицейских, и они скандировали «отдайте наших дедушек», «нет войне». нескольких девушек задержали, но вот грубо разгонять демонстрацию противникам мобилизации власти не решились. Как вы думаете, почему? Ведь мы помним, да, что обычные полицейские, Росгвардия, ну, не жалеют ни старого, ни малого. А есть видео, сейчас говорят, давайте посмотрим все-таки. Давайте посмотрим. Вот мы видим, что люди, да, они кружили полицию, есть какие-то одиночные задержания. Но не так, как обычно. Да, не так, как обычно. Нет таких массовых избиений, разгонов, как вот. Да, Владислав, как вы думаете, почему они не решились разогнать этот митинг? Коллеги, но мы должны понимать, что полиция на местах, она есть плоть от плоти российского народа. Они прекрасно понимают и тенденции развития ситуации, и реакцию местного населения на те или иные процессы, которые происходят в Российской Федерации. И уж, коль полиция достаточно аккуратно действует в этом формате, то я думаю, что полицейские совершенно четко понимают и тенденции, и перспективы развития тех, того самого протестного сопротивления, которые в настоящее время формируются в разных регионах Российской Федерации. И думаю, что в ближайшее время мы с вами все станем свидетелями достаточно серьезных технического уровня изменений, как в сознании российского народа, и так, соответственно, в реакции российского народа на те процессы, которые были инициированы Кремлем. В том числе связаны с мобилизацией. Вот, кстати, о реакции. Да, вот неизвестный в Устилимске Иркутской области решил действовать радикальнее. Если до начала мобилизации, да, вот неизвестные часто бросали помещение военкомата в коктейле Молотова, то вот в этом случае военкова просто подстрелили на его рабочем месте. Давайте вот сейчас тоже вместе посмотрим это видео и обговорим то, что там произошло. Вот сообщается также, что свидетели нападения рассказали, перед тем, как зайти в здание и выстрелить военкома, неизвестный сказал такую фразу «Никто не будет воевать». Как вот вы могли все это прокомментировать? В том-то и дело, что русский люд действует в тот способ и в рамках тех возможностей, которыми владеет. Кто-то имеет возможность использовать там средства диверсионной работы, забрасывая коктейле Молотова в военкоматы местные. Кто-то использует обрезы, как мы видим в поле окне, то самое видео, когда расстрелили буквально в упор представителя военного комиссариата. Российское население начинает создавать такие источники сопротивления. Причем они совершенно очевидны и они направлены именно на непринятие тех самых решений, которые озвучены высшим военно-политическим сословием Российской Федерации, направленных на мобилизацию значительного числа жителей Российской Федерации. Думаю, что эти процессы, они не будут носить одиночный характер, они будут систематизированы в определенной степени и направлены на фактически срыв любых. То есть вы считаете, что все-таки это не одиночное происшествие, это все-таки не случайность, это, возможно, первые весточки возможного бунта, да? Вот и пропагандист Соловьев в одном из эфиров, он говорил, что хорошо бы военкомов расстреливать. Вот что же у них происходит-то? Вот совершенно очевидно, в рамках реакции на заявление господина Соловьева начинают действовать отдельные индивидуумы из числа жителей Российской Федерации. Потому как совершенно очевидно, что не принимает в абсолютном большинстве российское сообщество решение о проведении мобилизации и в той или иной способ они реагируют на эти самые заявления. Вот по информации того же ресурса СОТА, решение о мобилизации было принято втайне от военных. Так вот, военкоматы даже не успели к этому подготовиться. Например, ну, заказать пайки. В телеграмме был опубликован, записан разговор одного из военкомов в Минусинске Красноярского края. Он жалуется, что в первый же день пришло распоряжение уже в первый день к 18.00 набрать и вывести из города 2,5 тысячи человек. Вот их хватает у них всех подряд, так ведь? Фактически да. Я вам скажу больше. Фактически та система мобилизационной подготовки была уничтожена на территории Российской Федерации в 2008 году. Именно с того периода российская армия начала трансформироваться. Они перешли на годичный срок подготовки военнослужащих. Срочная служба, которая ни в коей мере не позволяет подготовить на достаточно высоком уровне военнослужащих, которые в дальнейшем бы пребывали в том самом мобилизационном резерве. И, собственно говоря, тут и сейчас Российская Федерация пожинает плоды своей бестолковой политики, военно-политической деятельности, направленной на то, чтобы оптимизировать расходы на содержание российской армии. Но мы понимаем, что та самая концепция, которая была избрана в 2008 году, она не работает и она не дает тех самых результатов. Российская Федерация не способна в кратчайшие сроки мобилизировать достаточное количество сил и средств для того, чтобы проводить полномасштабную континентального уровня войну, войну, которая по объемам увеличения сил и средств, наверное, является на Европейском континенте самой большой со временем окончания Второй мировой войны. Скажите, а им, например, будет чем вооружить тех, кого они сейчас призывают? На днях в соцсетях появилось фото ржавых автоматов, которые выдают солдатам. Это случайность или все действительно так плохо в российской армии? Не все так плохо, но в том числе и ржавые автоматы, и бестолковые бронежилеты, и абсолютно неподготовленная система управления, в том числе обеспечения связью российской военной машины, имеет место быть. Поэтому я достаточно скептически отношусь к возможностям российской мобилизационной системы обеспечить достаточно быстрое, эффективное и качественное обеспечение российской армии, которая принимает участие в так называемой специальной военной операции, необходимые ресурсы. Народ согнать можно. 300 тысяч по суцсекам на скорости можно. Но будет ли эти 300 тысяч подготовленными, всемирно обеспеченными воинскими подразделениями, я думаю, что это может быть. Вот тем временем в Изюме, что в Харьковской области, там нашли еще два массовых захоронения. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, журналистом BBC News. По его информации, предварительно в могильниках сотни тел. Я напомню, 23 сентября завершилась эксгумация тел из массового захоронения. В лесополосе города Изюм место обнаружили после того, как этот район был отбит у российских войск. Всего в братской могилы, из братской могилы достали 447 тел погибших, среди них большинство гражданских женщин и мужчин, а также пятеро детей и 22 тела военнослужащих. Подтвердились опасения, нашли новые могилы. Вот военные преступления такого масштаба, ну мир не сможет их простить? Коллеги, я достаточно скептически отношусь к позиции и оценке ситуации от наших западных партнеров. Я в этом отношении больше болею и надеюсь на реакцию украинских вооруженных сил и иных сил обороны Украины. Потому что совершенно очевидно, что любое зло не наказано, оно кратно множится. Поэтому тут сейчас нам необходимо, во-первых, всячески помогать украинским силам обороны, работать на кейс для оккупации нашей страны, потому что совершенно очевидно, что события, которые всем стали известны и публично известны, связаны с Бучей, с Арбеневым, с Гастобелем. Сейчас мы говорим очень много о тех военных преступлениях Российской Федерации, подозревая, что такого рода военные преступления российских солдат, они имеют место быть на всех территориях, которые в настоящее время находятся под российской оккупацией. Поэтому зло не наказано, оно множится кратно. Поэтому тут и сейчас украинским вооруженным силам необходимо действовать в рамках контр-вступления, освобождать территории нашей страны от российских оккупантов и действовать где-то в этом направлении максимально жестко, максимально эффективно, потому что иного пути у нас нет. Дабы мы достигли того самого желаемого результата нашей победы в войне с Российской Федерацией, нам необходимо в первую очередь освободить территорию всей нашей страны от оккупантов. Да, мы все верим в вооруженные силы Украины и верим, что они накажут этих захватчиков, этих оккупантов. Ну а дальше после победы свое слово еще обязательно скажут юристы. Спасибо вам большое. Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер вооруженных сил Украины, был на связи с студией проекта Freedom.